Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Добрый день! С вами снова Краснова Вера Ивановна. Ребята, а вы знаете, почему в наши дни Дон Кихотов называют человека храброго и благородного, способного на отважные поступки ради своей дамы сердца? Потому что Дон Кихот – это благородный рыцарь и, пожалуй, самый известный Идальго в мировой литературе. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с рубежной литературой и поговорим о жизни и творчестве испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра. В его романе «Дон Кихот» рассмотрим идею и нравственный смысл романа, черты пародии в нем. Козаурус. К нашему уроку. Дон Кихот – герой культового романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра. Дон Кихотство – одержимость благородными идеями без учета реальности. Пародия – литературный жанр, подражание стиля отдельного литературного направления автора или произведения. Идальго – средневековый Испании человек, происходящий из благородной семьи и получающий свой особый статус по наследству, передававшийся только по мужской линии. Рыцарство, братство – привилегированное военно-землевладельческое сословие в Западной Европе и в Средние века. Мигель де Сервантес родился в 1547 году в провинции недалеко от Мадрида. Его отец Родриго де Сервантес был хирургом, но работа не приносила ему дохода. О детстве писателя почти ничего неизвестно. Следующее свидетельство о Сервантесе появляется 20 лет спустя, как об авторе сонета, обращенного королеве Испании Изабелли. И вновь упоминание о нем встречается как автора стихотворения «На смерть той же королевы» в 1568 году. В 1570 году Сервантес отправился в Италию на службу в качестве простого солдата. В боях он получил травму руки, до 1575 года восстанавливался на Сицилии и, вернувшись в Испанию, надеялся, что получит за службу чин капитана, но напрасно. В сентябре 1575 года корабль, на котором плыл писатель, захватили пираты. Плененный Сервантес был отвезен в Алжир, где пробыл до сентября 1580 года. Его выкупили родственники. В 1585 году Сервантес вернулся домой и устроился закупщиком пшеницы и оливкового масла. За подозрение в неверной отчетности его несколько раз лишали свободы. Предполагается, что во время одного из заключений, 1592, 1597 или 1602 года, Сервантес начал писать свой знаменитый роман «Дон Кихот». Примерно в 1608 году он поселился в Мадриде и вплотную занялся литераторством. Роман «Дон Кихот» Сервантеса состоит из двух частей. Первый том опубликован в 1605 году, а второй – спустя 10 лет. Книга представляет собой пародию на рыцарские романы, популярные в те времена. «Дон Кихот» был чрезвычайно известен, так как воспринимался современниками скорее как приключенческий роман. Политическая сатира была искусно завуалирована автором. Тема романа – путешествие Дон Кихота со своим оруженосцем. Во имя прекрасной дамы Дульсинеи герой совершает подвиги и защищает униженных и оскорбленных. Во всяком случае, ему так кажется. На деле заступничество оборачивается еще большими бедами для тех, за кого он заступился. Рассмотрим главных героев. Это «Дон Кихот» и «Санчо Панса». Кем был рыцарь до того момента, как он придумал себе это имя, остается непонятно. В «Санчо Панса» все проще. Он до превращения оруженосца был крестьянин. Герои романа как бы противопоставляются друг друга. Толстый и тонкий, практичный и остроумный, фантазер и безумец. При этом их объединяет доброта и участие к окружающим. Что мы знаем о личности Дон Кихота? Как пишет о нем автор, это один из тех и дальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Это был сухопарый, крепкий мужчина, около 50 лет. С большим удовольствием он отдавался чтению рыцарских романов, забывая о своих обязанностях в ведении хозяйства и охоте. Он так много времени проводил за чтением, что в конце концов и вовсе потерял рассудок и сам решил сделаться странствующим рыцарем, назвав себя Дон Кихотом, а свою старую клячу Рессенантом, что должно было означать первая кляча в мире. В романе Дон Кихот как будто существует в двух лицах – заурядный разорившийся и дальго, вполне себе здравомыслящий и блестящий рыцарь, и хранитель древних традиций Дон Кихот, живущий в собственном выдуманном мире, чье душевное состояние остается под большим вопросом. В своих свершениях Дон Кихот не только противопоставит, не только терпит неудачи, но и сеет вокруг себя разрушения. И в этом есть главный признак породия. Он сражается с ветряными мельницами, которых принимают за чудовищных великанов, пытается расколдовать стадо баранов, освобождает разбойников и совершает еще массу нелепых поступков. При этом те, кого Дон Кихот пытается защитить, молят небо покарать и уничтожить его милость. Дон Кихота оскорбляют и избивают, но он принимает это за тяжелую рыцарскую долю и посвящает все свои подвиги воображаемой даме сердца Дульсинеи Тоборской, на самом деле являющейся сельской скотницей Альдонсой Лоренса. Селянка в роли дамы сердца усиливает комический эффект произведения и показывает взгляд писателя на социальное неравенство. В произведении пародируются рыцарские атрибуты, обряды и обычаи, церемония посвящения Дон Кихота в рыцаре, хозяинам таверны, детали рыцарского служения даме, например, когда наш герой приказывает побежденным купцам отправиться к Дульсинеи Тоборской и прославить ее. Дон Кихот живет ради рыцарских идеалов, которые давно утрачены. Автор показывает, что герой вроде бы и нелеп, но ведь никто, кроме него, не видит, что этот мир несправедлив к слабым и беззащитным. И никто не пытается ничего предпринять. Герой Сервантеса заставляет читателя задуматься, а может быть с этим миром что-то не так? Идея романа – показать противоречие между рыцарскими идеалами и реальной жизнью. Поведение Дон Кихота становится средством оценки неидеальной действительности. Конечно же, Дон Кихот – уникальный роман. Критики по-разному пытались объяснить смысл произведения Сервантеса, противопоставляя образу Дон Кихота и сам Чупанца. Замысел Сервантеса перерос сам себя. Произведение, задуманное как пародия на рыцарский роман, превратилось в серьёзное, печальное и глубокое. Так произошло, потому что изменилось время. А сейчас, ребята, я предлагаю вам закрепить те сведения, ту информацию, которую мы узнали, и, может быть, дополнить её, выполнив ряд заданий. Сейчас мы с вами находимся на российской электронной школе. Первый вопрос. Рядом с каким городом родился Мигель де Сервантес Сао-Ведро? Конечно, правильно, он родился рядом с городом Мадрид. Как называли мужчину дворянского рода в средневековой Испании? Его называли Идальго. Так. Вспомните этапы жизни писателя. Кем он работал? Он работал комиссаром по закупке пшеницы и солдатом морской экспедиции. Соотнесите героев романа. Дон Кихота, Санчо Панса и воображаемую Дульсинею с их чертами. Конечно же, мечтательный, отважный, благородный, самоотверженный, бескорыстный Дон Кихот. Обаятельная, красивая, весёлая, трудолюбивая Дульсинея, благоразумный, рассудительный, верный, простотушный, стремится к карьере это Санчо Панса. Подпишите картинки правильно. Как звали Клячо Дон Кихота? Рассинант. Кем на самом деле была Дульсинея Тоборская девушкой из соседнего села Альдоса? Кем работал Санчо Панса до того, как начал путешествовать с Дон Кихотом? Он был землепашцем, крестьянином. Цитаты. Установите, кому принадлежат цитаты. Но, ребята, должна предупредить вас, что даже несмотря на то, что мы правильно распределим цитаты, а мы сделаем это именно так, задание будет высвечено красным цветом наверняка из-за технической ошибки. Итак, кому принадлежит фраза «неблагодарность, дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют на свете?» Эти слова произнёс Дон Кихот. «Один из признаков мудрости – небратилы того, что можно взять добром». Эти слова также принадлежат Дон Кихоту. «Мёртвому, как говорится, место в гробу, а живому подле каравая». Это слова Санчо Панса. «Я начинаю думать, что и в аду можно встретить добрых людей». Это тоже слова Санчо Панса. «Таковы все женщины. Отличительное свойство их натуры – презирать тех, кто их любит, и любить тех, кто их презирает». Это слова Дон Кихота. И последняя фраза. «И хоть я знаю, что женщины болтают пустяки, а всё-таки не слушают их одни дураки». Это слова Санчо Панса. «За что Дон Кихота избили купцы?» Они его избили за то, что он приказал признать Дульсинею Тобольскую самой прекрасной дамой на свете. Композиция романа. В какой очерёдности были эти приключения? Конечно же, сначала было посвящение Дон Кихота в рыцаре, хозяином придорожной таверны. Потом борьба с ветряными мельницами. Так. Далее спасение армии баранов, освобождение разбойников и обед во дворце у герцога. Это письмо Дон Кихота к Дульсинею. Давайте его восстановим, вставим в пропущенные слова. «О, госпожа моя Дульсинея Тобольская! Совершенство, конечно же, красоты! Сокровищница мудрости! Хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть на свете! Что делает сейчас твоя милость? Не вспоминаешь ли ты о пленённом тобой рыцаре, который добровольно подвергает себя таким испытаниям только для того, чтобы послужить тебе?» Что означает понятие Дон Кихотства? Это одержимость благородными идеями без учёта реальности. Какие атрибуты рыцарства были у Дон Кихота? У него был девиз «Без страха и упрёка» и свой флаг «Скатерть и ставерна». С какой целью Дон Кихот отправился в путешествие? Конечно, не для того, чтобы поехать на рыцарский турнир, не для покорения множества городов, а для того, чтобы защитить оскорблённых и униженных. Что сделал Дон Кихот, когда понял, что над ним смеются? Он написал завещание племяннице и попросил, чтобы она не выходила замуж за рыцаря. Сайт «Несите события в жизни писателя с периодами времени» 1567-68 годы – это публикация стихов в честь королева. 1975-1980 годы – жизнь в качестве племеника в Алжире. И 1605 год, 1615 – это годы выхода первой и второй частей романа Дон Кихот. Как видим, мы правильно выполнили все задания. О шестом задании я говорила отдельно. Ну что, ребята, я надеюсь, что вам очень понравился роман «Сервантес» и «Дон Кихот», и вы обязательно его прочитайте. Этот урок был завершающим в курсе изучения литературы 8 класса. Впереди у нас летние каникулы. Я прошу вас, чтобы вы обязательно читали как можно больше книг. Не лишайте себя возможности познавать мир через чтение. Спасибо вам за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова